здравствуйте друзья вечерний вопрос на дорожку матерятся ли в американских компаниях вот в россии если взять среднюю или крупную компанию то там все ужасно матерятся это про маленький вообще ничего не но если не все то большинство людей ну понятно что если разок-другой про матюгался ругаясь на что-то причем бывают так разговаривают шаш уши вянут так и бесцельно и просто мат перемат такой стоит причем если коротко то чем выше должность тем больше мата как в сша в компаниях наверное есть какие-то законы которые бы наказывали за это расскажите пожалуйста расскажу матерятся значит но в американских компаниях как вам сказать есть все-таки некоторый уровень ну приличий который соблюдается и это сильно зависит от характера компании это зависит от уровня образования людей которые там работают и тогда что касается начальства значит моя такая американская судьба такова что я видел разных людей на разных должностях которые употребляют такие слова немножко употребляют сильно употребляют зло употребляют и так далее значит в целом если мы говорим про законы и там про всякие дела чем больше компания чем больше компании тем меньше у вас шансов услышать что бы то ни было такое потому что чем больше компания тем больше есть желающих с ней судиться я имею ввиду адвокатов которые с удовольствием возьмутся за бесплатно судить хорошую компанию типа там microsoft какого-то или гугла представляете вот судят есть такой есть такая категория называется employment practices employment practices вот какие у вас порядки так сказать заведены в отношении людей которые у вас работают employment practices вот есть понятие employment practices liability то есть гражданская ответственность не уголовная employment practices liability есть страховка так называется она покрывает все на свете начиная от таких казалось ну достаточно известных вещей как например там секшуал харассмент там и так далее и вплоть до таких вещей как например не продвижение сотрудника вы можете судить компанию например за то что вас например не продвигали вот там этого подняли в должности вот того подняли а вас нет а вы пришли вроде бы одновременно и вроде как там в компании есть какая-то палисе что вы там и надо значит от сеньорите вашего зависит а вот и тех продвигают а вас нет вы можете судить за это тоже то есть много есть тонкости это не значит что просто так вот можно судить за не продвижение не нужны обстоятельства определенные там аргументы какие-то в пользу того или сего но в общем то это часто бывает теперь что касается значит вот выражение всяких значит люди выражаясь создают некоторую обстановку в которой человеку некомфортно вот он может быть знаете так вот он переживает начинает психотерапевт пошел потом у него временное там дисабилити наступила на этой почве там и так далее и как бы не положено людей огорчать не положено создавать такую обстановку в которой человек ну как бы начинает вот терять здоровье как то психика у него там нарушается и так далее при том что понятно что есть пограничные какие-то случаи есть люди которые и без нас свихнутся и так далее но вот все таки поэтому чем компания солидней чем больше шансов что за нее могут взяться там посудиться тем они аккуратнее тем лучше у них все это прописано чего можно чего нельзя тренинг для сотрудников там и пошло и поехало вот частности матершина матершина это как бы не положено но знаете как если вы там например на стройке где-нибудь может быть там с этим проще я не знаю там может быть это нормально хотя я например вот не слышал чтобы допустим вот у нас строители сколько не было вот я не видел разных не я не видел чтобы строители там на стройплощадке матерились я такого не слышал может быть они так в частных разговорах где я работал в одной компании небольшой я был номер боюсь соврать 6 что помню я был шестым сотрудником у них маленький стартап такой и там был один дяденька такой постарше нас всех то есть вот если мне тогда было лет там 38 то ему наверное было там 50 с копеечкой вот и он такой был из левых он вообще был арт-директор арт-директор он художник когда-то он картон сделал такие знаете карикатурки такие маленькие истории вот он был картунистом потом стал еще что-то делать потом стал делать дизайны для софтфорных всяких приложений и вот он там был вице-президентом поэтому или арт-директор как-то он назывался там такой художник мало того он в 60-е там где-то во время вьетнамской войны он был такой левак участвовал во всевозможных сборищах наркоту курил где-то в демонстрациях каких-то участвовал тогда и звали его тэд этого дядьку тэд тэдди вот и он значит ты говорил что проходил в органах fbi он проходил фбр да он проходил как тэд the red да то есть красный тэд вот и он надо сказать что у него нормальных слов не было практически вот он чего бы он не рассказывал у него процентов 70 80 были все слова вот эти а так между ними иногда вкрадывались вклинивались какие-то обычные слова почему это уже в наше время достаточно наши то есть я там работал в 90 когда это было там третий год вот где-то вот так уже уже прошли те времена он уже не хиповал вот и в общем так вот миц президентом был бабками интересовался там и так далее очень хорош такой добрый дядька человечный но вот как бы приличного слова я его не помню чтобы слышал по-доброму так он что вот но он такой неформал знаете может быть он где-то формальный мог бы сказать что-то по-другому но поскольку я бы формальной обстановке не видел то вот так что еще знаете одно из первых одно из первых впечатлений вот американской софтверной компании я было такое вот самое первое место куда я попал август 1992 года значит громадный такой ну как это зал большущая комната по периметру комнаты ну скажем так две стены из этого периметра значит две стены этого периметра там офисы офисы и конференс румы то есть там начальство сидит и там какие-то переговорные а все остальное пространство это кубики такие но там они коридорчиками разделены 33 слоя кубиков то есть каждый кубик с каждый слой кубик этот два кубика люди такая полоса из двух кубиков коридор полоса из двух кубиков значит коридор вот такая такая конструкция нас там сидела не знаю там сколько народу и соответственно мы тестеры и мы так в общем среди программистов сидим и вот среди этих самых программистов вот так идешь мимо кубиков и все они не орут на весь зал абсолютно но так вот буквально вот стоит мат перемат то есть они ничего так и специфически не ругаются вот сидит человек и говорит так и что там там чинит чинит но там код пишет и вот этот вот эти два слова они доминировали в как сказать в речи программистов этой компании там было очень много белых американцев там были китайцы почти не было индусов практически не было русских было сколько-то но там тоже немного вот прям кошмар какой-то еще знаете так когда по-русски например она режет слух а так когда по-английски вроде бы ну там ничего там не даже не знаю я работал в одной конторе а вот как раз там где ted the red был значит там девочка одна была у нее был русский бойфренд она в маркете была американка и она как-то вот не год на майкл очень просит написать ей на бумажке слова неприличные но я и написал значит она сидит заучивать знаете и так как-то неприятно это все тем более женщина такие слова говорит уж значит тут остальные заинтересовались там человек 5 вокруг было значит она им тоже копии сделала я они значит разыгрались так не на шутку но слава богу это неделю всего продолжалось потом они как-то на что-то еще другое переключились но вот я в течение недели находился в таком вот инвариументе где там ну там я не знаю там випе of маркетинг там кричит там я этой своей девушке которая там помогает играет там нэнси тататат твою мать говорит там ну-ка где там у нас что-то найти они так вот играли и я как вот в окопе сидел знать там вокруг перестрелка какая-то я там как зарывшийся был а когда по-английски вроде ничего ты как-то не не обращаешь внимание вот на людей нельзя орать на людей нельзя воздействовать как-то вот в негативном смысле вот так так вот поэтому если это бывает то ну есть отдел кадров куда можно пожаловаться есть там если побольше компания если поменьше компания можно там начальник какому-то сказать но можете сами если там непосредственно человеком можете сказать чувак а чатарюшными например но бывают злобы бывают народ такой простецкий бывает без понятия народ от этого вот возникают все эти кейсы судебные и так далее то есть американцы не склонны спускать это все то есть допустим там русский или китаец его там обматерили где-то и он там sorry 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 значит то американец может запросто пойти там прийти с как атом и и дальше и понеслось так что это легко может быть вот но но опять вы вы тоже понимаете что я не не работал санитаром там в больнице я не работал по уборке там помещения я не работал в цеху и как бы очень многого не знаю такого не не имел доступа опыта нет личного но но я никогда не слышал чтобы кто-то жаловался на это вот такого такого не было такого не было вот насчет того что там начальство чем выше там тем больше она матерком чем она выше тем больше она чувствует свою безнаказанность понимаете поэтому они себе может быть больше позволяет но я вот вам могу сказать что в советское время например начальство могло ну вот допустим директор там института он не не будет по коридору идти там кого-то ругать матюгами но например в на небольшом совещании там где три-четыре человека он может разразиться такой очередью то есть я присутствовал вот вроде там и с учеными степенями люди там и все-таки член коллегии там министерство так вы так скажет и раз и когда я его заму говорю слушай говорю а что же он так это но не нагорит ему если что там ну в случае с чего станет известно там он горит эрбит михаил петрович выгодь не представляете как там высказываются где вы говорите когда че хвостят человека вот и дальше вот другие люди говорят ты знаешь даже в политбюро даже в политбюро они могли так вот этот раз так вот матерком пройтись по же ребят простые были а там много таких найти нервных вопросов надо решать где эмоции вовлечены расстройств всякая вот представляете вот там соберут сейчас олигархи и давай обсуждать там цены на нефть вот можете представить какими словами они выскажутся там ну а тех кто с их точки зрения в этом виноват поэтому как там достается кувейским шейхом сайте или там королю саудовской аравии вот так что такие вот наши воспоминания счастливо